Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня нашим гостем будет вице-мэр Риги Анна Владова. Здравствуйте. Доброе утро. И телефоны в нашей студии 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Подозреваю, что вопросов будет много. Да, если хотите, можете писать по ватсапу 2-3-0-6-1-91. Будем стараться как можно больше принимать сегодня звонков, сообщений от вас. Ну, во-первых, поздравляем вас с избранием. Спасибо. И, насколько я понимаю, что это достаточно редкий случай в истории Рижской думы, когда женщина избрана на пост даже вице-мэра. Первый раз в 17 лет, да? Ну, да. То есть, когда все это происходило, у меня как-то в голове этого не было. У нас как-то гендерное равенство. Но потом мы поняли, что впервые за 17 лет в Рижской думе появилась женщина-вице-мэр. Ну, вот если почитать статьи, комментарии к статьям, комментарии к сообщению, основной вопрос, на самом деле, практически главный вопрос к вам, это как же у вас получится совмещать две такие сложные должности, как вице-мэр Риги и еще и директор 80-й школы, да? Ну, пользуясь случаем, давайте все-таки поздравим жителей города с наступающим праздником 1 сентября, родителям удачи, терпения, детям здоровья, выдержки и понимания ситуации. Понятное дело, что такие две должности совмещать невозможно, и все юридические нюансы соблюдены. И здесь я хочу донести до всех жителей города, кто нас слушает, до вас, что сейчас очень сложное время перемен в образовании, все прекрасно знаем. Бесконечные реформы, нехватка кадров, специалистов, сложная ситуация и так далее, поэтому я не имею морального права вот взять, просто написать заявление, я ушла, да? Я всегда брала на себя ответственность, никогда от нее не отказывалась, поэтому я приняла решение, что я ухожу в неоплачиваемый отпуск, прошу отметить, в неоплачиваемый отпуск, но я буду рядом, я буду советовать, и, естественно, я буду помогать выходить из сложнейших ситуаций. В школе собрана и работает великолепная команда очень высококлассных специалистов, заводчики потрясающие, справимся, вместе будет непросто, конечно, но справятся. Ну и на время, скажем так, такой огромной ответственности к исполнению обязанностей вице-мэра, конечно, в основном, то есть не в основном, а все время я посвящаю этой работе, она для меня новая, это очень серьезный вызов для меня и для моей команды, но так уж сложилось, что за всю свою жизнь это не первый мой вызов, хотя такого уровня, конечно, первый. То есть вы будете в отпуске, пока будете находиться в должности? Я буду в неоплачиваемом отпуске, пока я буду находиться в должности вице-мэра, да, совершенно верно. А добавившиеся, вот как раз вы сказали, обязанности, ну вот, и понятно, что сфера образования для вас близка, вот что больше всего вызывает, ну вот в той сфере, в сферах, в которой вы будете отвечать, что больше всего вызывает, ну не знаю, тревоги, озабоченности? Тревогу не вызывает ничего, кроме, скажем, ситуации в целом, да, в городе, она огромна. Естественно, меня очень заботило и заботит, насколько быстро я вхожу в, скажем, в совершенно новые сферы, да, для себя, скажем, эту неделю все я посвятила встречам, документам, работе с документами и так далее. Все в процессе. Конечно, основная моя боль, ну и Рижанам это будет совершенно понятно, это дороги, ну это без вариантов, это номер один, это безопасность движения на дорогах у нас новые вызовы, это скутеры и так далее, надо быстро решать вопрос, что с ними делать. Потому что, как мы видим, уже пошли и травмы, и несчастные случаи, то есть этот вопрос сейчас, конечно, очень актуален. Начался, начинается новый учебный год, дети идут в школу, дети массово возвращаются в Ригу, поэтому этот вопрос, я бы сказала, он в приоритете. Естественно, обсуждение и поиск возможных решений проблем в департаменте сообщений, да, но это очень серьезная, кропотливая работа, и я ее уже начала, я надеюсь, что все будет нормально. Ну вот тут вот по сообщениям, поправьте меня, если у меня ошибочные данные, но как сообщается, у вас очень такая обширная сфера деятельности, Рижский зоопарк, Рижская первая и вторая больницы, Рижский роддом, Ригас Весел и Бетстендерс, Ригас Уденс, Ригас Пилс, Эдбувник, Загетлини, ЭКО, департамент сообщений, департамент благосостояния, за этим всем вы будете надзирать. Давайте сразу определимся в терминах. Я не работаю и не буду работать ни в одном из этих предприятий. Просто есть закон, по которому мэру, вице-мэру или вице-мэра, как в нашем случае, отходит надзор или контроль за отраслями и сферами, да, поэтому я и говорю, что команда специалистов есть, работаем, разбираемся. Меня не пугает, как вы понимаете, мне очень близко зоопарк и больница. Это меня не пугает, потому что я 4 года отработала в комитете по социальным вопросам, и сфера медицины мне очень близка, и проблемы в медицине мне известны. Меня на самом деле не пугает ни Рига Зуденс, ни Рига Спилсетбувникс, ни Гетли, ни ЭКО. Я уже потихоньку, то есть не потихоньку, а на всех парах вхожу в эти проблемы. И еще раз говорю, огромное спасибо специалистам, которые помогают разобраться и так далее. Это контроль, да, и это, скажем, ну вот на пальцах приведу пример. Сейчас, в общем, огромный вопрос у Рижана вызывает новые договора по вывозу мусора, да, что с этим делать. Взяли слайствующие нотыками, все проработали. Совершенно понятно, что есть европейские регулы, есть постановление Кабинета министров 2016 года. Мы обязаны это сделать. Заключил новый договор, который вызвал кучу вопросов у Совета по конкуренции. И мы с этим разбираемся. Завтра, то есть не завтра, в среду, будет заседание Рижской Дома, где мы этот вопрос будем рассматривать уже очень подробно и так далее. И примем решение по нему. Садекс мы с департаментом, то же самое. Да, моя задача услышать по возможности каждого Рижанина, донести до департамента сообщений, что это надо сделать. Это надо сделать. Как это делать, решают специалисты. Понятное дело, что я очень поверхностно знаю ситуацию, какой асфальт лучше класть, да. И то за эту неделю я уже молодец, могу поставить неплохую отметку. Уже понятно, что есть финский опыт, есть немецкий опыт, есть скандинавский опыт, как лучше, какие климатические условия и так далее. Это серьезная работа, но Рижанам абсолютно без разницы, разбираюсь я в этом или нет. Им надо, чтобы дороги были сделаны. Ну, вот это будет моим приоритетом. Ну, и также Рижанам, конечно, очень важно, чтобы не повысился, ну, не так существенно повысился за вывоз мусора. Потому что это, конечно, всех шокирует, что когда ходят слухи, все время говорят, что они повысятся в два раза, а может быть и даже больше для некоторых. То есть вот... Я Рижанка, я живу в Риге, каждый раз получаю счет от Рига с нам и Парвалнекс. Ну, я ничем не отличаюсь от других горожан, да, и у меня мама пенсионер и так далее. Очень много вопросов возникает, все мы их задаем, и я получаю ответы на них. В среду будет заседание дома, будем внимательно слушать, задавать очень много вопросов, будем разбираться в ситуации. У нас в гостях Анна Владова, неновоизбранный вице-мэр Риги, и у нас первый звонок в студию, там, просто не наушники. Добрый день, здравствуйте. 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 Алло, вас. Да, ваш вопрос. Ваш вопрос, давайте. Во-первых, поздравляю госпожу вице-мэра с избиранием. Спасибо. И хотел сразу же, как говорится, с места в карьер попросить, особенно потому, что она является директором школы и понимает в этом вопросе. Вопрос вот в чем. На здании 34-й школы младших классов, это бывшая 68-я, установлена... Алло. Да, я слушаю. Установлена антенна ретрансляционная ЛМТ в прошлом году, без предупреждения родителей какого-либо опроса, и мы очень обеспокоены, дети 8 часов в школе проводят, и хотелось бы как-то еще демонтировать. Алло, алло. Да, да, мы вас слушаем. Ну, собрались родители, на собрание постановили поручить директору расторгнуть договор, пока ничего не произошло. Учебный год начинается, все-таки маленькие дети, до 4-го класса. Не хотелось бы, чтобы их облучало, ну, просто, скажем так, нет однозначного решения на научной среде по поводу того, безопасное, небезопасное излучение высокочастотное. Ваш вопрос понятен, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть вопрос такой, на школе устанавливают антенну, родители недовольны, можно ли как-то повлиять? Вы знаете, я, ну, в связи с тем, что, естественно, моя основная профессия – это образование, я директором школы, поработала уже 19 лет, такие вопросы решаются на уровне директора школы. Это совершенно однозначно. В каждой школе работает, должен работать совет школы, школа с подомой, где все классы представлены родителями и так далее. Поэтому это вопрос школьного совета и директора. Если школьный совет не устраивает какие-то моменты в работе школы, они идут к директору, эти вопросы все решают. Директор 34-й школы, очень уважаемый мной директор, и я думаю, что там эта проблема тоже решится. Надо, опять же, посмотреть, для чего там поставлена антенна, с какой целью, куда она направлена и так далее. То есть здесь надо разбираться более конкретно. Сейчас сразу вот так вот с места в карьер. Директор, спасибо огромное за вопрос. Для меня само это интересно, потому что я первый раз слышу о том, что антенна ЛМТ ставится на школе и так далее. То есть здесь надо посмотреть, что и как. Да, то есть это всегда конкретно вопрос в школе. Конечно, это вопрос к директору школы без слов. Да, давайте тут еще у нас один звонок, давайте сразу их примем вместе. Алло, добрый день. Добрый день. А меня интересует ваша бывшая четверка однопартийцев. А вот что, люди не имеют права иметь свое мнение и отстаивать, или как? Вот почему они ушли, то есть были против? Они как при коммунистах, получается. Шаг в право, шаг в лево, в расстрел. Вот какая-то непонятная история, почему их исключили. Спасибо, да. Они хоть объяснили, почему они были против? Понятно, понятно. Спасибо большое за вопрос. Ситуация вне зависимости от депутатов, да. Конечно, мы не живем при коммунизме. Естественно, каждый человек имеет в демократическом обществе право демократическое на высказывание собственного мнения. Что касается ситуации с четырьмя фракцией независимых депутатов, ситуация произошла. Да, они были исключены из фракции и из партии за, скажем так, несоблюдение партийной дисциплины. И дело тут не в том, что человек не имеет права на собственное мнение. У нас шли очень долгие переговоры, обсуждения во фракции до известных событий. И я сразу сказала, как председатель фракции, что я не могу выводить фракцию на заседание Рижской думы, если я не понимаю, что у нас все единогласно голосуют по всем вопросам. Это нормальная система, она принята во всех партиях. Мы все проговорили, мы получили, да, мы будем голосовать вместе со всеми. У нас есть вопросы, но голосовать мы будем. В итоге произошло то, что произошло, и, естественно, было грубейшее нарушение партийной дисциплины. Разделим этот вопрос. Во-первых, спасибо за него большое. Я понимаю, что рижан нас тоже волнует и людей, которые поддерживают или не поддерживают нашу партию. Здесь надо понимать, что важно для Риги. Для рижан, я думаю, абсолютно четкое убеждение, абсолютно без разницы, какие у нас отношения, с кем мы попрощались, с кого мы приняли в свои ряды. Рижанам нужны дороги, больницы, школы, вывоз мусора с адекватными ценами и так далее. Абсолютно без разницы, какие у Владовой отношения с кем-то там. Это я сразу предупреждаю. Следующий вопрос. Возможно, как вы можете сработаться со вторым вице-маром, с коллегой, с господином Баранинком. Работа и эмоции – это разные вещи. Работать так, чтобы не было стыдно, прежде всего, перед самой собой, перед рижаном. Я к этому привыкла, и я не вижу здесь никаких проблем. Работаем. Но при этом фракции независимых депутатов, как и блок депутатов Риги, они, как известно, проголосовали и за господина Бурова на пост мэра, и за вас на пост вице-мэра. То есть при этом, несмотря на такой достаточно громкий выход депутатов из фракции, вы все еще сотрудничаете, вместе договариваетесь. Вот это то, о чем я только что сказала, да, что эмоции эмоциями, но они никого не интересуют, когда у нас яма на дорогах, когда у нас 31% врачей находится уже в пенсионном возрасте, когда у нас такое огромное количество вакансий учителей в школах и так далее. Это никого не интересует. Вот, может быть, у нас очень мало действительно времени, к сожалению, мы должны будем закончить без 15, а вопросов очень много. Вот давайте пойдем вот по отдельным пунктам, вот школы. Вот сейчас действительно одна из, ну, тем приближается 1 сентября, вот уже запущена реформа школьная, и понятно, вот что сейчас, насколько школы в Риге готовы к 1 сентября. И второй вопрос, вот поскольку получается, что все школы будут теперь, не будет, ну, школ практически нацменьшинств, то есть, ну, каждый ли может отдавать ребенка в ту школу, которую он захочет, то есть, ну, предположим, условно говоря, в первую латышскую гимназию, вот совершенно спокойно русских детей? Я в первую гимназию принимаю с 7 класса, и нужно выдержать конкурс, чтобы туда поступить. Огромное количество детей после 6 класса в школе нацменьшинств, во многих школах нацменьшинств спокойно поступают в первую гимназию. Проблемы поступить в первую гимназию связаны только с тем, что у тебя должен быть очень высокий уровень по математике, по иностранному языку. Твой родной язык там, ну, важно, конечно, всегда родной язык, он неопределяющий. Там должны быть знания по математике, по английскому, вступительные экзамены, тесты. Так что это отдельная история. Что касается выбора школы, у нас все равно сохраняются программы школ нацменьшинств, на мазокомтау, так и без программы. Поэтому с первого по шестой класс преподавание должно быть 50 на 50, да, седьмой, восьмой класс уже 80 на 20, и с десятого класса через год уже на латышском языке. Знаете, мы, я уже несколько лет говорю о том, и своим родителям в том числе, что по большому счету, вот билингвальная модель, она идеальная. Да, я это заявляю везде абсолютно. И, в принципе, уже во многих школах, в очень многих школах даже ничего не надо было переделать, потому что мы так работаем, да. Иногда даже в школе, как я говорю, перевыполняли норматив, и больше предметов преподавалось на латышском языке. Проблема не… Понимаете, образование – это не тот процесс, когда вот яма образовалась на дороге, мы ее золотали, красиво сделали, поехали. Образование – это дети, да. Когда мы работаем с детьми, нужно быть очень аккуратными, нужно внимательно все анализировать. У нас очень не хватает именно анализирования ситуации в стране, в образовании, именно в системе образования. Политические вопросы и политические какие-то пристрастия вываливаются вот в такие реформы, непродуманные, на мой взгляд. Потом будут страдать дети. Ну, наша задача сделать максимально, чтобы никто из детей не пострадал. Самая страшная проблема сейчас – это кризис. Надо это признать и называть вещи своими именами – это катастрофа, это нехватка учителей. То есть реформу-то мы объявили, все похлопали, мы молодцы, всюду выбрались, куда надо было, а работать кто будет, да. И мы не говорим об учителях, даже, хотя это уже на поверхности лежит, мы не говорим об учителях естественных наук, да, это физика, химия, математика, биология. Мы говорим об учителях латышского языка. У нас в школах, в любых, во всех, не только в школах нацменьшинств, не хватает учителей латышского языка. В русских школах точно так же, как в латышских, и в польских, и в французском лицее, и так далее. Вот катастрофа. Где брать учителей, как их готовить? Госпожа министр образования высказала идею, предложила идею о том, что люди сейчас за год могут переквалифицироваться, получить, пройти курсы. Получить сертификат, да. И идти работать в школу. Но я что-то не вижу в очереди этих людей, которые выстроились за тем, чтобы прийти в школу. Надо поднимать престиж профессии учителя, надо предложить учителям достойную оплату, и самое главное, надо предложить им достойное место труда. Реформа – это очень хорошо все, но мы живем уже, как следует, в 21 веке, система образования уже ушла настолько вперед, мы просто за ней не успеваем. Здесь нужно думать, в первую очередь, учителя, вторая очередь – это методическая база и IT-технологии в школах, да. Вот это то, чем надо заниматься. Очень много говорится о том, что надо поднимать престиж профессии учителя. Что конкретно под этим имеется в виду? Потому что что такое престиж профессии? Я могу сказать, что я имею в виду, на протяжении долгих 25 лет, даже больше, я открываю газеты, я открываю какие-то медиаисточники. Первое, что я вижу, что у нас все плохо, учителя у нас такие-сякие, плохо готовят, плохо занимаются с детьми. То есть фон отношения к учителям ухудшается год из года. Учителям постоянно поднимают зарплату, они хотят еще больше. То есть бесконечно, я бы не сказала, что это оскорбление, но это унижение. Я учитель, который каждый день хожу в школу, работаю с детьми, я очень искренне люблю свою профессию. Мне нужно подготовиться к урокам, мне нужно провести урок, мне нужно похвалить или делать какие-то уточнения ребенку. Мне нужно ответить на все вопросы родителей, мне нужно заполнить кучу документов, мне нужно проверить детради в конце концов. А потом я сажусь в чашку чая, пытаюсь отдохнуть на кухне, открываю газету или включаю телевизор, или смотрю в интернете, а там оказывается, что мы все плохие. И у нас министр вообще, конечно, молодцы в кавычках. Уже каждый из них привносил какую-то вот, знаете, какую-то ягодку на торт. Вот клал, и вишенка на торте, конечно, это изречение госпожи Шуплинской о том, что учителя являются самой недисциплинированной группой людей. Ну, как такое можно сказать про учителей? Мы будем повышать вам зарплату. Нет, мы не будем повышать вам зарплату. А мы все-таки повысим зарплату. Ну, мы не знаем, повысим мы зарплату или нет, но, наверное, что-то мы придумаем. Вообще, как можно так, сейчас подберу какое-нибудь корректное слово, некорректно относиться к людям, которые обучают детей? По-моему, вот врачи, учителя и полицейские, и пожарные – это те люди, вообще, перед которыми надо шляпу снимать, что они вообще у нас еще есть. Я с вами согласен, что учителя и врачи, полицейские и пожарные – это действительно люди, которые во многом отдают часть своей личной жизни. Ну, то есть у меня и мама педагога, я какое-то время работал учителем. Но вопрос в другом – это же не значит, что критиковать учителей нельзя? Ни в коем случае. Критиковать можно и нужно. Их нельзя оскорблять и унижать. Вообще нельзя. От слова совсем. Возвращаясь к оригинальному вопросу о престиже и профессии, получается, престиж профессии в том, чтобы профессия учителя не воспринималась как что-то ниже… В том числе, в том числе, да. Естественно, вопрос престижа – это еще и зарплату, которую получает учитель. Кто-то говорит, что это много, потому что со всем уважением к остальным профессиям, что кто-то из коллег получает меньше, я не говорю в образовании, да. Там, допустим, в торговле люди получают меньше. Да, но у них ответственность, она финансовая, безусловно, да, если там кассир или что-то, там понятно, это тоже очень важно. Но учитель головой отвечает, внимание, вот сейчас два таких момента – за жизнь и здоровье ребенка. Вот что может быть ценнее, чем наши дети? Ну, и 24 часа на работе, можно сказать, да. Ответственность, она другая, да, уровень ответственности, как я говорю, он немножечко другой. Поэтому должна быть адекватная зарплата, она должна быть конкурентно способной абсолютно. И тогда мы не будем терять учителей, может быть, мы даже получим приток молодых кадров. Еще один момент – это подготовка учителей. Конечно, вот здесь у нас тоже провал. У нас мало бюджетных мест, их не хватает. То есть надо увеличивать бюджетные программы для учителей. Надо делать их все абсолютно бесплатными. И, соответственно, и надо юридически оформлять, что если человек пришел в профессию, он получает образование соответствующее, высшее, он заключает договор с государством или с самоуправлением о том, что какое-то количество лет по окончании университета или высшей школы он должен отработать в школе. Потому что, как у нас получается, у нас в прошлом году, если я не ошибаюсь, целых два учителя по физике. Во-первых, один из них уже давно работает в какой-то школе, а второй не дошел до школы. Ну, вот так. А что по поводу дошкольного образования? На прошлой неделе было заседание Думы по поводу перевода детсадов на латышеский язык, возможный. И, насколько стало известно, это все-таки не застоится, по крайней мере, в ближайшее будущее. Это даже не обсуждалось. Вот, возьмите как бы факт. На прошлой неделе был комитет по образованию, культуре и спорту Рижской Думы, где обсуждалось очень много вопросов разных. Это и подготовка школ к первому сентября, готовная школа к первому сентября, это участие школ в различных проектах. И один из вопросов был по запросу депутата от национального объединения. Ситуация какая? Если депутат пишет запрос, я хочу, чтобы такой-то вопрос внесли в повестку дня одного из комитетов, мой председатель комитета обязан внести его. Это нормально, это демократия. И был внесен вопрос, название которого звучало перевод детских дошкольных учреждений на государственный язык. По сути, в самом письме депутата не было вообще ничего, что говорило о переходе. Это была забота депутата о том, что не хватает мест в детских садах. Что правда. И это вопрос архиактуальный. Его надо быстро решать, что с ним делать. Это факт. И поэтому, и уже во время комитета мы задавали вопрос уважаемому коллеге, что у вас не соотносится название, то есть заголовок вашего письма к содержаниям, совершенно разное содержание, на что он сказал, что вот я это вижу так, и надо об этом думать и так далее. Здесь есть несколько моментов, которые я очень хочу, чтобы вы поняли. Первый вопрос. Самоуправление не занимается законодательством по образовательным программам, занимается министерством по образованию. Второй момент. Есть в Адлы НС, это в Адлы НС в дошкольных учреждениях, которые озвучены, одобрены и, собственно, подготовлены министерством по образованию, где черным по белому написано. Милингвальное обучение, увеличение использования государственного языка, что правильно, но родной язык присутствует в большом количестве, потому что это кощунственно. Не понимать, ну, я надеюсь, что многие понимают, но это кощунственно не понимать, что ребенку маленькому он должен вначале полностью освоить свой родной язык, язык матери, как мы говорим, да, и только потом сверху накладывается изучение иностранных языков. Мы вообще кого хотим вырастить в противном случае? У ребенка будут психологические проблемы, у ребенка будут какие-то вопросы пространственного мышления, я не знаю, ну, вот, как хотите, это можно воспринять. Этого просто нельзя допускать. Материнский язык, потом идут иностранные языки. Но об увеличении роли латвического языка в детских садах я здесь тоже согласна. Но, опять же, мы упираемся в ту же самую проблему. Поэтому у нас нет педагогов. А что сделать? На данный момент, что вы решите эту проблему. То есть, это вопрос зарплаты все-таки опять? В первую очередь это вопрос зарплаты, в первую-первыхую, ну, один-один, да, я не могу сказать, что вторая очередь, это подготовка кадров. Вот эти два больных вопроса. Плюс, конечно, методическая база у нас тоже подхрамывает, надо это тоже решать. Но, опять же, это все вопросы государственного уровня, да, национальная политика вот эта. Мы можем доплачивать, решать какие-то вопросы хозяйственного плана, да, но решать глобальную проблему с учителями нужно на уровне государства. Школьное питание, все ли остается, ну, как было, то есть, в школах? Я не слышала других историй. Я тоже понимаю, что какие-то слухи появляются. Мне пока о них ничего не известно. Я очень надеюсь, что так и будет. Питание в школах, это прям вот, надо. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните нам, у нас в гостях вице-мэр Риги Анна Владова, глава фракции «Согласие» в Рижской думе. Также можно писать нам на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. И вот нам на WhatsApp пишет человек, он, я цитирую сейчас то, что он написал. «За Литутская гимназия, бежим впереди паровоза, директор уволил многих профессиональных учителей, взял на их место молодых выпускников». Вот такое сообщение. То есть за счет увольнения опытных учителей на место взяты как раз-таки молодые специалисты. Ну, разделим опять же вопрос на два. Я поздравляю за Литутскую гимназию с притоком молодых кадров. Это огромная редкость в наше время. Что касается опытных педагогов, я не могу комментировать и ответить на этот вопрос, потому что я не знаю ситуацию. Там вполне возможно, что это люди глубоко пенсионного уровня и так далее. То есть мне сложно ответить. Но в любом случае я не думаю, что здесь по какому-то национальному признаку произошел отбор. — Вопрос с дорогами. Ну и, наверное, который сейчас волнует Рижан. Когда закончатся строительные все работы и ситуация потом с велодорожками тоже, со скутерами? — Ой, если бы все было так просто, было бы просто замечательно. Понятное дело, что у нас осталась неделя до начала учебного года. И пробки со 2 сентября, к сожалению, они неизбежны. Сегодня у меня встреча с руководителем департамента транспорта сообщения. И сегодня первый вопрос, который мы задам, уровень готовности, что будем делать 2 сентября, когда все поедут в школы, родители на работу и так далее. Сегодня я получу все эти ответы от департамента, тогда смогу прокомментировать. — А с велодорожками, потому что когда строились велодорожки, понятно, что тогда не было этих электроскутеров. Сейчас движение становится все более-более интенсивным. И видно, что даже переходя улицу, люди уже начинают привыкать к тому, что нужно еще смотреть на велодорожку. — Это огромная проблема и головная боль, потому что электроскутер не регулируется никакими законодательными актами, вообще его нет. Условно, вот мы вчера встречались со специалистами по сообщению, по организации транспорта на дорогах. И я спрашиваю, что мы можем сделать со скутером. Мне привели чудовищный пример, вот абсолютно чудовищный. Человек, который управляет электроскутером, сбил второго человека. Он не несет никакой ответственности, потому что, представляете, потому что скутер не прописан ни в каких нормативных актах. — Скутер считается пешеходом, да. Столкновение считается просто столкновением людей. — Просто столкновение людей. А то, что скутер нес на скорости 25-30 км в час по тротуару или по месту, выделенному для велосипедов, это никого не интересует, потому что он не участник транспортного движения. — Что мы можем сделать? — Мы можем срочно собирать департамент сообщений, полицию, и, естественно, соответствующие государственные службы в срочном порядке принимаются нормативные акты, утверждаются и так далее. Мы знаем, что во многих, пусть это будет сейчас, я сейчас потеряю очень многих людей, но я скажу, потому что безопасность людей, она превыше всего. — В некоторых столицах европейских скутеры запрещены. Их просто запретили. Пожалуйста, скутер, если… И вообще, какой это вид транспорта? Это вообще вид транспорта? Или это спортивный какой-то снаряд? Тогда другие требования. Или это как самокат, средство передвижения тогда как-то? Или, если это мы приравниваем условно к велосипедам, тогда, пожалуйста, надо сдавать на права и проходить обучение. Или это вид отдыха, и тогда в специально отведенных для этого местах. Ну, в моем видении это как-то так должно происходить, потому что это уже абсолютно беспредел, когда на улицах начинают падать и страдают люди из-за того, что кто-то неправильно управляет скутером или не понимает вообще, как он двигается. Это каски, в первую очередь, без самим людям, которые ездят на скутерах. Я вижу, когда дети гоняют, 10-12-летние дети гоняют на скутерах, у меня у самой волосы дыбом на голове становится. Действительно, у вас немного времени остается. Давайте мы еще попробуем звонки принять. Добрый день. Добрый день. Добрый. Я хочу вас поздравить с значением, с выбором на новую должность. Спасибо. А вопрос у меня один. А у вас будет прием по лично-общественным вопросам? В какой-то определенный день и в определенное время? Или нет? Или как вам попасть за прием? Спасибо. Спасибо за вопрос. Обязательно в ближайшее время мы определим день, дни. Это не будет один день, безусловно. Дни и время, в который, естественно, я буду общаться с людьми, потому что, ну, то, что... Спасибо, что меня избрали. Спасибо большое за поздравление. Но кресло вообще ничего не означает. Это будет и общение с людьми, как я люблю говорить, во дворах, на местах. Это будет оперативная работа. Я буду очень много ездить, потому что сидеть в вицемерском кресле, конечно, приятно, но ничего полезного в этом нет. Разговор... Не разговор, а встречи с людьми, с жителями города меня стоят на первом плане, потому что, в первую очередь, моя задача – обеспечить выполнение их желаний. Ну, и, наверное, конечно, желание каждого человека быть здоровым. Это еще одна зона ответственности. Это вот Рижская первая и вторая больницы, Рижский роддом. Веселебесцентрс. Веселебесцентрс, да. И все, опять-таки, тоже проблемно именно из-за того, что... Некладка людей. Некладка людей, да. Вот это вот... Мы все время вот проходим по одному и тому же, да. Проходим, но потому что это факт. Специалистов нет абсолютно во всех сферах. Вот какую ни капни, строители – нет. Дорожники – нет. Ну, строители-дорожники решаемо, я надеюсь, проблема, да, но все-таки как-то ее можно решить. А вот врачи-то – это уже очень больно, это уже очень серьезно. 31% врачей в Латвии находятся в пенсионном возрасте. В старшем 60 лет, да. Да. Что касается наших больниц муниципальных, да, это первая, вторая и роддом, тоже ситуация, но она не аховая. Она не аховая, слава богу. Но она близко к критической, потому что, ну, эта ситуация повсеместна. Здесь есть варианты с программами, именно с программами самоуправления для привлечения молодых кадров. Это возможно, и участие… Я пока не говорю, что это вот программа, и мы это будем делать. Это то, что у меня вот в голове уже давно сидит. Ведь это абсолютно нормальный опыт, когда компания или самоуправление, привлекая молодых специалистов, частично оплачивает их образование, обеспечивает их… Жильем? Я буду очень аккуратна в этом, да, жильем, ну, у нас такая очередь на жилье, что мы никогда не объясним, почему молодому специалисту мы дали квартиру, а человеку с 10 детьми до сих пор стоит очередь. Здесь очень аккуратно надо быть. Но софинансирование в получении образования и места работы, и места практики – это все очень важно, особенно для врачей. Поэтому здесь есть, я надеюсь, какие-то у нас задачи, которые мы сможем выполнить. Надо решать, надо решать, и решать надо быстро. Но вот пока то, что вы говорили про здравоохранение и образование, звучит так, что краткосрочно – это нерешаемые проблемы, это все только в долгой перспективе. Пока подготовятся кадры, пока пройдут проекты, которые по помощи молодым специалистам и так далее, и так далее. Или я не прав, можно все-таки в год-два? Вы и правы, но есть с моей точки зрения уточнение. Например, если мы говорим о младшем медицинском персонале, то есть требования к работе младшего медицинского персонала, я не говорю сейчас о медсестрах, я говорю о нянечках и так далее. Вопрос с трудоустройством и параллельно обучением в университетах, он решаем абсолютно. Это краткосрочно. Вопрос с врачом, естественно, это целая история, потому что врачи у нас учатся по 8-12 лет, если мы говорим о хирургии и таких вещах. Если мы говорим об учителях, то есть человек, у которого есть высшее образование, и который начал учиться на педагогических курсах, или поступил на педагогическую программу, он уже с первого дня работы в школе. И дальше это уже задача директора научить, задача администрации, опытных учителей научить, помочь, донести и так далее. Это решаемо сразу. У нас есть надежда на то, что в ближайшие годы ситуация улучшится, если правильно заняться. Если правильно заняться, то да, я очень надеюсь на это. Вот у нас буквально одна минута уже осталась. Вот какие самые ближайшие шаги, ну вот, вы, в частности, будете предпринимать для улучшения жизни рижан? Ну, если так, кратко подводя итоги нашей сегодняшней беседы, что в первую очередь будет изменить? В первую очередь – это безопасность движения на дорогах, это то, о чем мы говорили. Вторая очередь – дороги, третья очередь – дороги. Четвертая очередь – дороги. Но это то, что болит у всех, да, это факт. Ну что ж, пожелаем вам удачи, разобраться со всеми видами асфальта и опытом работы во всех странах. Да, получается. У нас в гостях была вице-мэр Риги Анна Владова.